Здравствуйте! Сегодня у нас четверг. Четверг. Хочу просто показать, какое сегодня море спокойное. Это называется закон подлости. Сегодня с утра лил дождь. В общем, полдня. И резко похолодало так. Уже никогда в жизни не думаешь, буду так радоваться, что похолодало. Ой, вот видите, асфальт мокрый. Люди все побежали. Вот мои цветочки. Что с ними стало? Надо обрезать все уже. Не могу собраться. Обрезать все. Вот люди радуются. Ой, все, наверное, радуются. Так же, как и я. Что дурацкая жара это кончилась. Я сегодня даже пришла с работы. Вообще нет. Ну, силы даже есть видео. Снимайте вообще столько сил. Это вот, эта жара так выматывала. Такое море классное. Вообще гладкая-гладкая. Здорово так. У меня завтра вторая смена. Может, завтра с утра раз погодится. Вовтору тогда поплаваю. Еще раз покажу. Классно так. Теплоход. Вот сегодня уже последний день лета. Но, правда, в Испании лето кончается в сентябре. У них как-то с экватором это связано. Не объясняли, только я забыла. Сегодня у меня немножко такое спонтанное видео. Просто я вам хочу показать уже, сколько накопилось, чего Леша привез с Ницей. В общем, хочу, ну, не знаю, похвастаться. Нет, просто показать то, что он привозит мне с Ницей. Кстати, он мне привез пакет, в котором я даже не знаю, что находится. Сейчас я вместе с вами буду открывать и смотреть, что же там такое. Давайте начнем. Так, вначале я покажу вот такие бутылочки. Это вот, я думаю, что это ликер, наверное, французский. Вот. Жола, Люиса. А, это лимончелло. Люди, это лимончелло. А почему итальян лимончелло точно? А, да как мне это-то итальянское лимончелло. О, лимончелло, попробую, что такое. Так, ну, это вот такое вот вино. Игристое шампань. А, кстати, вот это, наверное, можно называть шампань. Оно что, из Франции? лимончелло. я, 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 вот это черное, ну, в смысле, темное какое-то, красное, это вот розовое. Еще привез. Это называется лавентюр, лавентюриер. Ну, вот, авентюр, авентюр, по-французски, это как, ну, приключение или измена. Так что, как, ну, это про мужчину, наверное, наверное, изменник. Я бы перевела авентюриер, что это изменник, скорее всего. Ну, или как он, ветренник, может так перевести, изменник, ветренник. еще вот смотрите, такое прямо произведение искусства. Мне даже так жалко его. Это, это разделочная доска. La planche de de coupure multi-usages. Ну, в общем, это доска для, ну, для разделки овощей, там, всего, в общем. Вот мне так жалко даже. Это похоже на картину. Мне даже жалко на кухню. Ну, если только вот поставить в качестве декорации, ну, уж резать на ней, оно так блестит. Смотрите, она прямо, она даже, знаете, как будто это, помните, раньше в советское время были такие открытки, которые вот, ну, переливались так. Вот она так переливается. Ну, правда, не меняется ничего, но тоже такое впечатление, как будто это открытка такая. Еще Леша привез сыр. Вот такой пустинан сыра. Сказал, что такой вкусный сыр, вообще обалденный. Я его не открываю пока. Пусть в пакете лежит. Я из этой жары уже столько продуктов выкинула, это невероятно. Я уже в магазин хожу, вообще покупаю минимум, абсолютный минимум, потому что даже в холодильнике все портится. Так, ну, теперь приступим к заветному пакетику. Написано Клара энд Прованс. Клара энд Прованс. Франция. О, интересно, что же там Леша мне приготовит? Вот это в пакетике что-то. Какая-то красота. неудобно. Какая-то неудобно. Так, что же это такое? Что же это такое? Врал. Сон контур для... О, Сон контур для... Дезьё. Контур значит для... для глаз. Так, контур для глаз. Брейн. чашечка там. Ох, какая чашечка. Это, наверное, Прованс. И такая тут тётя. Точно Прованс это. Что написано? О, очки опять не взяла. Сейчас очки возьму. И вот я взяла очки. Где чашка? Ага, чашка. Так, что же написано? Аут не... Аут... но мне такое не прочитать. Какое-то очень такое тяжёлое слово. Вообще по-французски знаете, так тяжело читать. Никогда не знаешь, что там... Если первый раз видишь слово, никогда не знаешь, как его по правде читать. Так, следующее. Что там такое ввернутая коробочка? Так, это я больше вот сюда взвернула. О, такая штучка. А, это салфетница. А это, видимо, чтобы не разбилось. Такую поставили, наверное, чтобы по дороге не разбилось. Это салфетница. Вот, вот. У меня как раз салфетки просто так валяются. Сейчас мы поставим сюда салфетки. Вот, смотрите, салфеточки. Теперь у меня есть салфетница. Красиво салфеточки можно ставить. Ну, вот. Все показал, что Леша мне привез. Это у меня тут, видите, листки. Это у меня шпаргалки на трех языках. Сильвуплей, Дуннелли, Клейн. Ну, Девон, Регардей, Департамон. В общем, я прихожу каждый раз и какие мне нужны, ну, каждый день, что мне нужно отвечать, что спрашивать. В общем, вот я так составляю предложения, потом их выбрю. еще я написала с апартаментов всякие инструкции. Это на английском языке, это на французском языке. Санта-Анна, видите, всякие, тоже на французском. Это ресепсион. Тут просто фразы на французском языке. Тут вот это на итальянском, это на английском. Вот так каждый день читаю, читаю, запоминается. Так интересно. Я не зубрю, а просто почитаю. Ли джурны де ля партенце сонно прегати энтролей де дичи де матино. Вот итальянский язык. Бонжур, мессия, бонжур, мадам. Живу древну шамбре пер ду персон. Сильвуплен. Вот так вот. Вот так я и учу. А что делать? Как вот выходить ведь надо. Ли джур десур стила пер тему ду в тел бре а диз ду Вот так. Может, конечно, у меня ужасное произношение, но вроде понимают мне товарищи туристы из Франции. А куда им еще деваться? Они по-английски не понимают. Приходится им мозги включать. А, я же хотела коробочку открыть. Подождите, сейчас открою. Ну, в общем, это под глазами красить. Я думаю, тоже, с герлонгой кислотой. Вот под глазами. Почему сон, контур, дизье? Вот это вот для глаз написано. Контур. Почему контур? Странно. Ну, ладно. Вот сколько всего Леша привез. Вина привез. Напиться можно упиться. Ну, ладно. Напоследок, напоследок хочу сказать, что, в общем, жара, слава богу, спала. Был дождик. Ой, так хорошо жить можно дальше. Пока я работаю, пока под зад не пнули, очень довольна, счастлива. На работе все хорошо. Основные сумасшедшие, сумасшедшая молодежь вся, слава богу, уехала учиться. И сейчас поехали семьи. Ну, все, как семьи поехали, сразу так спокойно стало. В общем, большое спасибо, что смотрите меня, что пишите мне комментарии. Сейчас, думаю, что скоро опять начну снова снимать видео. Ладно, до свидания.